добрый день дорогие друзья с вами капля и я продолжаю говорить о безотцовщине сегодня я хотел бы затронуть очень важную тему которая напрямую касается безотцовщины это разводы по статистике 90 процентов разводов инициируют женщин но в 100 процентов случаев виновной стороной является мужчина почему очень часто и я даже думаю кто-то мне возразит скажет нет ты не прав но очень часто женщины бывают и инициаторами и неправыми но я на сто процентов уверен дорогие мужчины в том что мы с вами являемся главой каждый из нас главой собственной семьи и мы несем ответственность абсолютно за все что в ней происходит именно поэтому я уверен что любая проблема это твоя вина прежде всего разводы на сегодняшний день стали по-настоящему бичом современного общества я приведу небольшую статистику процент разводов среди семей в россии процент разводов равен 87 это значит что на 100 заключаемых в браков 87 разводов в беларуси этот процент намного больше это 94 процента то есть если в год женится 100 семей то разводится 94 африка вообще беспрецедентное место потому что там нет даже статистики на эту тему сексуальное воспитание и и наверное само понятие семьи отсутствует там творится полный раздрай процент разводов сша 41 и кто-то говорит что это достаточно мало потому что действительно это очень мало но по сравнению с 50-м годом процент разводов сша вырос в шесть раз но самый большой процент разводов в бразилии это рекордсмен на 100 браков в прошлом году в бразилии зафиксировано 268 разводов посмотрите что происходит если в наших странах семья становится все менее устойчивой к разрушению и 94 процента семей разрушаются то в бразилии этот процент намного больше мы говорим уже не просто разрушение мы говорим от деградации института семьи и знаете как бы вы не относились к разводу как бы вы не относились к тому что это наше право на жизнь я хотел бы призвать каждого из вас задуматься прежде всего не о своих правах на судьбе ваших детей потому что если одного родителя не станет в жизни их жизнь будет неполноценной влияние формирование их личности будет не просто приостановлено а станет извращенным если так можно выразить и в итоге мы получим поколение которое находится в состоянии противления бунтарей людей несогласных людей не желающих жить по тем нормам по которым живем сегодня мы которые перестанут стремиться к чему-то лучшему и развал разруха безответственность станет нормой жизни я призываю каждого из вас если у вас появляются мысли о разводе задуматься прежде всего